Эти ребята в красных беретах навыками начальной военной подготовки владеют на отлично. Но юн армия делятся школьники. Это не только сборка автоматов и ГТО. Это больше про любовь к родине, ее истории и людям. Участники патриотического движения становятся ответственными, готовыми в нужный момент прийти на помощь. Мы помогаем пенсионерам, бабушкам, ветеранам. Мы очищали памятные знаки, участвовали в акциях, в юно-армейских слетах. Мы сейчас находимся на базе Алтай-Патриот-Центра. Это является домом юно-армии регионального значения. И мы не впервой принимаем у себя ребят с муниципалитетов. Огромную роль в воспитании молодежи играют наставники. Именно они формируют представление о настоящем патриотизме и прививают истинные ценности. Нам приходится сегодняшнюю историю проживать. И с ребятами мы стараемся общаться откровенно. В этом плане уроки мужества на самом деле самый эффективный инструмент. Потому что ветераны боевых действий везде есть, которые готовы делиться своим опытом, готовы рассказывать. На этот раз урок мужества провели ветеран афганской войны Евгений Нестеров и участник СВО, который получил осколочное ранение и сейчас проходит лечение. Бойцы о пережитом рассказывают сдержанно. Но, судя по лицам ребят, беседа производит впечатление. Подрастающее поколение должно понимать, что в Великую Отечественную войну их прабабушки, прадедушки не просто так отдавали свои жизни, выполняя, так скажем, тот же самый долг, что и мы выполняем сейчас. Общие ценности объединяют все поколения, помогают принимать социальный и культурный код своего народа, понимать историю правильно, подчеркнул депутат Госдумы Александр Прокопьев. Двигайтесь вперед в своих навыках, разбирайтесь в том, что происходит и в мире, и в нашей стране, и будьте честны перед своей Родиной. А напоследок – полезные мастер-классы. Ребята из Бийска показали гостям, как сделать окопную свечу. Горит такая до 8 часов. 150 штук юно-армейцы уже отправили нашим бойцам. Начальнику штаба за продуктивную работу с молодежью благодарность выразил Александр Прокопьев. Такие мероприятия важны, потому что, во-первых, они укрепляют горизонтальные связи между организациями, и это возможность провести действительно воспитательную работу. Но самое главное, что для ребят – это возможность и пообщаться, обменяться мнениями, посмотреть на навыки других ребят. Среди алтайских подростков всероссийское движение юно-армии набирает популярность. В рядах уже 14 тысяч школьников. Из них сформирована целая сеть отрядов, почти 500 объединений. В юно-армии ребята осваивают оружие, сдают нормативы ГТО и находят новых друзей. Но главное, они становятся частью осознанного и любящего свою страну поколения. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.